Книга «Открытым оком» Автор Игнатий Тихонович Лапкин Мы продолжаем наше чтение пособия по беседе с людьми различных убеждений Урок номер 9 Числовые особенности в Библии Числовая схема Бога встречена во всех его творениях Вся природа основана на математической системе Математические системы управляют всем космосом Например, в сфере света есть семь цветов Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый Семь цветов, сливаясь, образуют вместе свет В сфере музыки есть именно семь полных тонов Да, до, ре, ми, фа, соль, ля, си И от этого факта не может отойти ни один человек в мире Будь он любой религии или самый атеист-маркабес Вообще ничего не признающий, кроме утробной скотской жизни на этой земле Любое толстое стекло через свой стол, скол, тут же покажет семь цветов радуги И никаким заклинаниями не сделать шесть или восемь цветов ни одному человеку Мы спрашиваем, почему именно семь? Семь цветов соответствуют семи нотам в музыке Каждый восьмой звук является собой следующую октаву и является просто подтверждением первого Через глаза свет, через уши звук мы непрерывно вбираем число семь Жизненный стимул от Бога Через каждые семь лет человеческое тело обновляется При некоторых болезнях седьмой, четырнадцатый, двадцать первый день являются кризисными Пульс человека замедляется каждый седьмой день, независимо от того, здоров он или болен У женщины период беременности 280 дней, или 7 умножить на 40 Поистине число семь впечатано в физиологию человека Разве не имеет значения тот факт, что Бог сделал каждый седьмой день днем отдыха? В мире существует 2896 языков и наречий Существуют различные религии, но все народы мира, даже вновь найденные дикари, отмечают семидневную неделю У животных период беременности длится У мыши 21 день, 7 умножить на 3 У зайца и крысы 28, 7 умножить на 4 У кошки 56, или 7 умножить на 8 У собаки 63, или 9 умножить на 7 У льва 98, или 7 умножить на 14 У овцы 147, или 7 умножить на 21 У птицы инкубационный период У простой курицы 21 день, или 7 умножить на 3 У утки 28, или 7 умножить на 4 Божеские математические законы действуют во всех областях природы Планеты на небесах управляются по определенным математическим законам В природе действует не случайность Она живет по установленной схеме Бог создал звезды и установил их на твердя небесной Он сосчитал число звезд Он выпустил их своим определенным числом Он изменил воды в своей ладони Измерил небо пядью Измерил маркой, меркой пыль земли И взвесил на весах горы И взвесил на весах холмы Мы это читаем в книге Иова Если Бог поместил звезды в надлежащем порядке Сосчитал их и взвесил горы Удивительно ли, что Он поместил слова и буквы в своей книге в точном порядке И сосчитал и организовал их в комбинацию чисел Даже волосы на нашей голове сочтены Мы это читаем в Матфея Евангелие от Матфея, 10 глава, 30 стихе Слово сосчитанное в греческом языке происходит от слова арифметика Если Бог сосчитал волосы на нашей голове Удивительно ли, что Он сосчитал слова и буквы Священного Писания Кто открыл эти поразительные факты? Открытие тысяч числовых фактов Под самой поверхностью оригинального библейского текста Было делом жизни одного человека Доктора Ивана Панина Знаменитого русского ученого Среди тысяч людей, которые читали древнегреческие и древнееврейские тексты Библии Иван Панин был первым, кто открыл поразительные числовые факты Иван Панин родился в России 12 декабря 1865 года С юных лет он был выслан из отчизны Прожил несколько лет в Германии, где продолжал свое образование Затем он переехал в Соединенные Штаты Вскоре он поступил в Гарвардский университет И там близко подружился со знаменитым профессором Уильямом Уильямом Джеймсоном И президентом Гарвардского университета Елмутом После открытия первой числовой особенности Мистер Панин посвятил свою жизнь одной единственной определенной цели Более полувека он неустанно трудился с большой настойчивостью Он так упорно работал, подсчитывая буквы и слова, определяющие числовые значения Что не раз подрывал свое здоровье Несмотря на огромное умственное и физическое напряжение Он работал очень упорно Ничто не могло помешать ему выполнить дело его жизни Однажды ему предложили заманчивую должность президента колледжа Он отказался Он предпочитал посвятить свою жизнь выявлению числовых фактов Доказательству божественного вдохновения Библии Панин доверил свою судьбу Богу Некоторые считали странным, что он бросил хорошо оплачиваемую работу В качестве лектора по литературной критике И он получал по 200 долларов за лекцию Панин был горячо верующим христианином Этот утонченный джентльмен вместе со своей милой женой Вел спокойную и скромную жизнь на маленькой канадской ферме Вдали от шумных городов Дело случая, что Панин был гражданином США 30 декабря в возрасте 87 лет он отошел в лучший мир Прежде чем Панин мог бы начать работать по выявлению тысяч числовых фактов в структуре Библии Он должен был составить указатели, словари и другие аналитические выкладки, требовавшие высокой точности в малейших деталях Его специально подготовленный указатель греческого Нового Завета состоит из тысячи страниц и включает слова, расположенные в алфавитном порядке и все ссылки на главы и стихи, аккуратно записанные под каждым словом Некоторые слова встречаются в Новом Завете сотни раз И каждый случай их употребления записан в указатель Лучшие из изданных на английском языке указателей не были достаточно полными и точными для работы Поэтому ему нужно было составить свой собственный указатель Специально приготовленный Панином указатель форм греческих букв в Новом Завете в рукописи содержит более двух тысяч страниц Он построен по тому же плану, что и первые указатели, но содержит почти вдвое больше материала Понадобилось более шести лет упорной непрерывной работы, чтобы завершить этот указатель Но это еще не все Панин подготовил специальные книги, где зарегистрировал все словарные единицы греческого Нового Завета Это строго научный вокабулятор В нем записано каждое слово Нового Завета и для каждого слова дается 16 полных числовых данных В четырех колонках указывается порядковый номер, значимость, место, числовое значение Все это дается перед словом После слова идут 12 колонок, в которых указывается, сколько раз было употреблено это слово, число, форм, слогов, букв, писцов, книг, дифтонгов и т.д. Написание этого вокабулятора потребовало более двух лет непрерывной работы Панин помечал некоторые слова зеленым, красным, синим, фиолетовым и чернилами Каждый цвет имеет определенное значение Вся эта работа представляет только подготовку некоторых инструментов, которые были необходимы, прежде чем Панин мог начать саму работу по выявлению тысяч числовых фактов После того, как работа была начата, Панин написал 40 тысяч страниц, на которых он произвел одни вычисления, решая математические задачи и записывая числовые факты На этих страницах он вдумчиво записывал миллионы мелких аккуратных цифр Его работа составляла тома, а его открытием нет конца В течение 50 лет Панин работал по 12-18 часов в день, исследуя обширную числовую структуру Библии Тот факт, что он смог все это сделать один, поистине свидетельствовало его усердие Выдающимся результатом труда всей жизни Панина являются две книги Греческий Новый Завет в числовой структуре и Английский Новый Завет, основанный также на числовой структуре Обе эти книги являются научными трудами и заслуживают самых высоких похвал Каким образом вновь открытые факты затрагивают нас? Осмыслите это Вновь открытые факты действительно доказывают, что Библия является книгой, вдохновленной Богом Бог дал нам это удивительное доказательство для того, чтобы мы могли признать, что Библия – это его собственное драгоценное слово Если Библия – слово Бога, то наш долг и обязанность знать и верить и исполнять указания, данные им Обратимся к Библии с открытым умом, с открытым сердцем, с открытым оком и посмотрим, каково Божеское послание к людям Мы видим, что Библия дает печальную картину человеческой расы В ней дается описание того, как мы выглядим в нашем собственном состоянии Какими мы предстанем перед божественным зором, божеским зором Мы грешники по природе, все грешные и недостойные рая Божия По природе мы духовно мертвы Духовная смерть распространилась на всех людей, ибо все согрешили По природе мы виноваты пред Богом, мы уже осуждены Иоанна 3.18 Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия Мы отдалены и далеки от Бога, и находимся в темноте без Христа, без надежды и без мира Но по природе мы безнадежные и беспомощные грешники Если бы это было единственное послание Библии, то это было бы довольно трагично Но, к счастью, Бог имеет и другое послание Послание хороших вестей Для потерянного, нуждающегося человечества, Бог предусмотрел и путь спасения Христос, Сын Божий, заплатил долг греха людей своей смертью на кресте Пока мы были еще грешниками, Христос умер за нас Он взял наши грехи и умер на кресте Христос поднялся из мертвых, воскрес и вознесся на небо И сидит у десную, то есть по правую сторону от трона Бога Отца Теперь те, кто принимает Его, все, кто верит в Него, имеют духовную жизнь, а не духовную смерть 1 Иоанна 5.12 Имеющий Сына Божий имеет жизнь, не имеющий Сына Божий не имеет жизни Иоанна 3.36 Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни Наш Христос может прочать до предела То есть Он может спасать самого большого грешника, самого далекого от Бога, но только до Его смерти Кто бы ни возвал к имени Господа, будет спасен Христос стучится в дверь вашей жизни, зовет именно теперь Откровение 3.20 Се, стою у двери и стучу Если кто услышит голос, мой отворит дверь, войду к нему и буду величать с ним, вечерять с ним И он со мною Что вы сделаете с Иисусом, примите или отвергните Ваше решение определит вашу вечную судьбу Человеку с обывательским, всюминутным, меркантильным рассуждениями чужды высокие порывы У него всегда на готове вопрос Для чего все это нужно, кому от этого польза и какой прок Этот материал не для них Когда скептицизм, эгоизм, неверие проникли во все сознание человека Вот тогда-то Бог и воздвиг этого подвижника, принесшего в жертву свою жизнь, чтобы открыть удивительный закон Божий Который непривержимо доказывает неверующим, что Библия – слово Божие В каждой строке, в каждом стихе, в каждой букве Вкус, аромат, звучание, цвет и ощущение Божественной мощи, силы и неопровержимости Кто не поверит после этого, что Библия имеет автором единого Бога Тот в неверии и умрет Третья тема Я слишком слаб Бояться быть христианином из-за своей слабости – это новая отговорка Которую не читаем ни в житиях, ни на страницах Библии Это уже вовсе по-советски Кто, когда измерял силу, здоровье тех, кто пожелал следовать за Христом Никто не сможет даже признать Иисуса истинным Господом, если не соделать этот Дух Святой 1 Коринфянам 12.3 Потому, сказываю вам, что никто, говорящим Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым Апостол Павел был испытанный сильный боец Настоящий ротоборец Но гонения для него были посланы такие, когда он поднял руки и возопил Ничего не могу поделать, твори ты, Господи, как знаешь 2 Коринфянам 12.9 Если человек надеется на себя, на свои силы, на свой твердый характер, на свою стойкость Это быстро улетучивается и испаряется при заключении, при пытках Велика ли сила была в детях, которых казнили? Вспомните сыновей Маковейских Но они, а также девочка Вера, надежда, любовь, показали такую силу Духа, что сатана попятился перед ними, как перед Иову И они одержали полную и примерную победу, став образцом для сильных 2 Коринфянам 12.10 Посему я благодушствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа Ибо когда я немощен, тогда силен Давид показывает нам пример, что когда трясины засасывают и остаются над поверхностью только губы, чтобы прокричать Богу Помощь приходит совершенно с неожиданной стороны И хотя Давид молился Богу и Иегове, но убрал Бог гонителя руками филистимлян Саул погиб злой смертью Псалом 39.3 И залег меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои 2 Царств 22.7 Но в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему возвал, и Он услышал из святого чертога своего Голос мой и вопль мой дошел до слуха его Господь и ищет тех, кто признал себя ни к чему не годным, немощным С этим качеством как раз и одерживать победы Вы из себя представляете самый удобный материал для спасения В таком состоянии слабости дух как раз и был Гедеон И оказался лучшим, наиболее пригодным для руководителя и для спасения даже целой страны от злых врагов Книга Судей, 6 глава, 13 по 14 стих Гедеон сказал ему Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это бедствие? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря Из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки Мадеанитян Господь возрев на него и сказал Иди с этой силой Твоею и спаси Израиля от руки Мадеанитян Я посылаю тебя Порассуждайте о Гедеоне и ответьте Почему Бог из всей страны не избрал на такое важное дело никого А вот такого недотепу, что из себя ты не мог постоять, но оказался именно он спасителем, героем веры Не потому ли, что он в немощи своей во всем доверился Богу, из горских героев вышел на несметные полчища и разгромил их к утру Евангелие от Луки, 17 глава, 10 стих Так и вы, когда исполните все повельное вам говорите Мы, рабу, ничего не стоящие Потому что сделали, что должны были сделать Когда человек мыслит о себе, что он что-то представляет, что-то значит Это и есть та сила, какую он в себе еще чувствует по природе своей физической или нравственной Перед Богом же как раз и нужны те, кто полностью капитулировал и отрекся от своего «я» и растоптал себя полностью Вот теперь и пришло время Господу действовать Матфея, 16, 24 Тогда Иисус сказал ученикам Своим Если кто хочет идти за Мною, ответни себя и возьми крест Твой и следуй за Мною Дитя немощное, слабое, но его сила в том, что оно доверяет своему Отцу и держится за его руку Даже если и подскользнется, то оно повиснет на его руке, так как Отец крепко держит его за руку Исайя, 43, 13 Ибо я, Господь, Бог Твой, держу Тебя за правую руку Твою, говорю Тебе, не бойся, я помогаю Тебе Четверка отговорка Я не могу отстать от своих злых путей и дурных мыслей От злых дел отстать намного проще, чем от злых мыслей Начнем с первого Желаешь ли действовать, действительно отгрестись от этой заразы, пьянство, наркотики, табак и прочая пакость Не думаешь ли, что если не будешь колоться, пить, то умрешь или тебе хуже будет Когда человек арестует, то он ничего из этого уже не получает и живет даже еще и здоровее И здоровье поправляется А уж если кто заболеет, даже именно от этой пагубной страсти, то ему уже и радости нет от курева и пьянство на ум не идет Значит, можно и даже нужно, и притом не когда-то, а вот сейчас, не сходя с этого самого места Оставить Давай помолимся об этом И будет потом еще не раз вызывать о помощи Господу Послание филиппийцам, 4 глава, 13 стих Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе Все значит и то, что делает меня рабом привычки Иоанна, Евангелие от Иоанна, 8 глава, 34 и 36 стих Иисус отвечал им Истинно говорю, истинно, истинно говорю вам Всякий, делающий грех, есть раб греха Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете Разберите, чем отличается раб от свободного Не жалейте на это время Спокойно припомните книги, кинокартины Сегодня человек в лагере отбывает Это советский раб Так и привычка к табаку Или еще какая-то делает человека полностью безвольным А такие люди и на должностях бывают И вроде бы богатые, они и довольны Но приходит время, он дрожит Дай закурить Вот это и есть самое неприкрытое рабство греху Римлянам, 6 глава, 16 по 18 стих Неужели вы не знаете, что Кому вы отдаете себя в рабы? Для послушания того вы и рабы Кому повинуетесь или рабы греха к смерти Или послушания к праведности Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха От сердца, стали послушны тому образу учения, которому предали себя Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности Спроси, сколько лет он служил в этом рабстве И что ему дьявол дал за это, какие преимущества Даже воздуху чистого, даже разуму чистого, даже жизни чистой не дает А так и тащит, как собаку на цепи на свое пойло Римлянам, 6 глава, 20 по 22 стих Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу Плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная Если же это матершинник, блудник, то тут посложнее Но нужно подробно показать, с чего грех начался И думал ли он, что так затянет Начинал играючи, ради того, чтобы тебя посчитали взрослым Шутя, все начинается, но и со всей серьезностью Не можешь теперь вылезти из этой ямы долговой Дьявол требует свое с прибытком Сеешь каждый день в себя, в слизистую оболочку рта В кишечнике такую мерзость, что и сказать неудобно Болезни сами ли пришли, или ты их признал? День и ночь дымом и воскурениями давая им знать Что двери тут открыты всегда И тут хищникам поживо, круглосуточно Галатам, 6 глава, 7 по 8 стих Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает Что посеет человек, то и пожнет Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тлением А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную Пятая отговорка Если я стану христианином, то придется терпеть гонения Марка, 8 глава, 35 стих Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее Если верим в слова Христа, то и надо соглашаться с этим Теперь, если бы повернуть назад, то что было бы с казненными за Христа То где бы они были, если бы не такой тяжкий крест выпал на их долю Но умереть-то они все же все равно бы умерли А теперь во веки веков наслаждаются за свои страдания, за любимого Иисуса Пусть даже неверующие родные нас и позорят, что из того Книга пророка Михея, 7 глава, 6 стих Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей И враги человеку домашние его И об этом никогда не следует забывать Если ты решился идти за светом и за правдой То чего же еще больше того, что обещал Господь Он дал обещание, что будут гнать И это исполняется Значит, мир нас за своих не признает Значит, мы от него уже отличаемся Значит, мы уже отошли от мира Иоанна, 15 глава, 20 стих Помните слово, которое я сказал вам Раб не больше господина своего Если меня гнали, будут гнать и вас Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши 1 Петра, 2, 21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас Оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его Нужно более зримо представлять, что вот ты идешь А впереди тебя не просто прохожий, но сам Господь наш Иисус Христос И видны Его следы кровавые Они на Голгофу, через все позорящие, в славу Отца Небесного За Ним ты идешь, значит, твои следы будут такие же, что ты и будешь испытывать Евреям, 12 глава, 2 по 14 стих Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Который вместо предлежавшей Ему радости Претерпел крест, пренебрегши по срамлению И воссел одесную престола Божие Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание От грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам Сын мой, не пренебрегай наказание Господне И не унывай, когда Он обличает тебя Ибо Господь, кого любит, того и наказывает Бьет же всякого сына, которого принимает Если вы терпите наказание То Бог поступает с вами, как с сынами Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец Если же остаетесь без наказания Которое всем общее То вы незаконные дети То вы, а не сыны Притом, если мы, будучи наказываемые плотскими родителями нашими, боялись их То они гораздо ли более должны покориться Отцу, Духов, чтобы жить Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней А сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью Но после наученным через него доставляет мирный плот праведности Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабшие колени И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучшее исправилось 2 Тимофея 2.12 Если терпим, то с ним и царствовать будем Если отречемся, и он отречется от нас Каждый стих Библии подробно разбирайте по одному слову Применяя к себе, к тому, с кем разговариваете 2 Тимофея 3.12 Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы Даже странно как-то, что вот если бы ты хулиганил Или вырабатывал свой план на работе Не вырабатывал свой план на работе Или нарушал общественный порядок А то за доброту, за благочестивый образ жизни и будут гнать Почему? Потому что ты для них являешься обличением Премудрис Соломона 2.12-22 Устроим ковы праведнику Ибо он в тягость нам и противится делам нашим Укоряет нас в грехах против закона И поносит нас за грехи нашего воспитания Объявляет себя имеющим познание о Боге И называет себя сыном Господа Он перед нами обличение помыслов наших Тяжело нам и смотреть на Него Ибо жизнь Его не похожа на жизнь других И от личной пути Его Он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших Как от нечистот Ублажает кончину праведных И тщеславно называет Отцом Своим Бога Увидим истинные ли слова Его И испытаем, какой будет исход Его Ибо если этот праведник есть Сын Божий То Бог защитит его и избавит его от руки врагов И испытаем его оскорблением и мучением Дабы узнать смирение его И видеть не злобе его А судим его на бесчестную смерть Ибо по словам его О нем попечение будет Так они умствовали и ошиблись Ибо зло бы их ослепило их И они не познали тайн Божьих И не ожидали воздаяния за святость И не считали достойным награды Душ непорочных Матфея 5 глава 10 стих Блаженны изгодные за правду Ибо их есть Царство Небесное Разве это одно к одному? Гонение временное и такое краткое А награда вечная и нескончаемая Евангелие от Луки 6 глава 23 стих Возрадуйтесь в тот день И возвеселитесь Ибо велика вам награда на небесах Так поступали с пророками отцы их Гонение единственный путь к славе Так учили и апостолы Нам можно и жития святых почитать И видеть, какие перед нами Прошли герои-подвижники Деяние 14.22 Утверждая души учеников Увещевая пребывать в вере и поучая Что многими скорбями Належит нам войти в Царствие Божие Деяние 5.31 Они же пошли из Синедриона Радуясь все за имя Господа Иисуса И удостоились принять бесчестие Чего уж дрожать за эту жалкую жизнешку Когда все равно все мы приговорены к смерти Сколько человек по тюрьмам страдает сегодня По туберкулезным камерам догнивает И впереди у них нет ничего А сколько террористов, смертников на нашей памяти уже погибло И сколько в разных катастрофах и в авариях Но мы добровольно идем На ухудшение обстановки своей жизни Чтобы быть со Христом 1 Петра 2.20 Ибо что за похвала, если вы терпите Когда вас бьют за проступки Но если, делая добро и страдая, терпите Это угодно Богу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok